Здравствуйте, дорогая публика! У нас в гостях Павел Лосевский. Он хочет поговорить о проблемах людей, страдающих... Раньше это называлось подучие, а сейчас это называется... Как правильно по-современному это болезнь называется? Эпилепсия. Эпилепсия, да. Вот эпилепсией страдал Пётр Первый. Эпилептиком, говорят, был Юлий Цезарь. И вообще в Древнем Риме говорили, что это болезнь богов, типа того эпилепсии. Ох, каких вот людей. А сейчас-то в нашем обществе как с эпилептиком? Я вот как-то видел иногда на улице припадки эпилепсии. Это было не очень здорово для них, да? Там они бились в припадках. Вообще каждый сотый болеет эпилепсией. Эпилепсия – это довольно распространенное явление. Просто у человека может быть раз в год припадок, и люди скрывают это. Потому что за руль нельзя, но работу не везде нельзя. Да, и вообще люди относятся с непониманием. Да, вот что человек потеряет контроль, да. А вот какие ограничения на эпилептиков у нас действуют? Ни по праву автомобильные дают? Ну, у нас в России вообще нельзя с эпилепсией за руль. Ну, то есть, если через пять лет после того, как больше нету приступов, когда уже снимают препараты, то могут, конечно, и снять диагноз. То есть, считаете, что излечился человек, да? Ну, да. А оружие выдают эпилептикам? Я вот не знаю. Ну, я тоже сейчас не знаю. Я получаю справку у нарколога, у психиатра. И вообще, я хожу к врачу, там они там слух, зрение, но это на всякий случай, чтобы я по ошибке там вместо медведя кого-нибудь заставил. Ну, про вождение это еще не все. Кроме того, что у тебя есть приступы, даже если у тебя нету приступов, но ты принимаешь противоэпилептические препараты, их надо каждый день по чуть-чуть принимать. Ну, это психотропные все-таки препараты. И у них в инструкциях прямо написано, что если вы их принимаете, то за руль вам нельзя. Это у нас в России. А в других странах, например, в Америке, там не пять лет в промежуток, а тебя могут уже пустить за руль через три месяца, если у тебя нету приступов. И прекратил прием психотропных препаратов? Ну, по инструкции да. То есть там в зависимости от штата, от трех до двенадцати месяцев ты должен иметь... Вообще это называется ремиссия, когда у тебя прекратили... Стойкая ремиссия, да? Сейчас мы вот поприветствуем нашего режиссера. Он как раз к нам приехал с другого мероприятия. Спасибо, товарищ режиссер. Присядьте со мной рядышком, покажите, чтобы видно было, что я не обманываю, это режиссер. И вот он туда дальше проходит и расхлебывает проблемы, которые были у него, значит, с предыдущими нашими вещами. Вот. Ладно, продолжим давайте. Так. Ну, так и есть еще в эпилепсии такие понятия, как провокаторы приступов. Это... То есть... Мельтешащий свет. Да, мельтешащий свет. Но это достаточно редкий провокатор. Основной провокатор – это элементарное недосыпание. Или усталость, переработался. Алкоголь, может быть, провокатором. Значит, есть провокаторы. Их тоже длинные перечень, может быть, 10-15. У каждого свой. Это подбирается опытным путем. А я вот слышал про эти вспышки. Знаете, вот здесь такая Московая улица. Я ее по-старому называю, по-советски 25 октября. Знаете, вот она от Лубянки идет до Красной площади. Вот это вот. Знаете? От Лубянки до Красной площади. Да, вот там еще раньше была первая аптека. Через Метрополию-то это, да? Через Большой? Нет, Метрополию-то с другой стороны. А, Никольская тогда. Никольская. Значит, Никольская. Там уже, наверное, никакого храма Никола-угодника нет, но улица называется Никольская. Пускай. 25 октября почему-то нехорошо ее называть. Пускай. И вот там сейчас вся эта она увешана этими огоньками. Огоньками. Раньше они мельтешили еще. А теперь вот отмечают, значит, люди, что они вот просто светят, но не мельтешат вот это вот. Значит, это, как сказали, это видимо из-за того, чтобы не провоцировать все эти приступы. Да, фотосенситивная эпилепсия. Ну, кроме этого еще сейчас стараются во всех компьютерных играх писать предупреждение перед игрой о том, что проконсультируйтесь с врачом, если у вас эпилепсия. Ну, и кроме того... Это во всех играх так и есть такое? Ну, во многих стараются это делать. Нет, стараются ли. Любая игра может вызвать провокатором быть? Ну, если там перестрелки, вспышки, какая-то стрелялка. То есть и не всякое кино еще можно смотреть? Да, и вот сейчас последние «Звездные войны», они тоже выпустили рекомендацию, чтобы кинотеатры давали предупреждение, что есть такие эпизоды в фильме, где частые мелькания. Более того, в Японии был мультфильм, по-моему, в 97-м году. Что-то там про покемонов, да? Да, да, да. Где там чуть ли не... Ну, порядка 600, что ли, детей были с симптомами, там обратились в скорую помощь. Может быть, конечно... Ну, не у всех была, конечно, эпилепсия, но какая-то вот чувствительность выразилась. Там тоже были какие-то мельчиши. Да, там просто вот экран мигал там зеленый-красный, вот там с частотой там несколько раз в секунду, вот элементарная. Неудачно. Более того, одному американскому журналисту, один бывший военный послал гифки мерцающие, а он был... Гифки это значит... Ну, файлы, видео, короткие видео файлы. А он, этот журналист-эпилептик, и возможно, у него это вызвало приступы, он это задокументировал, подал в суд, и сейчас идет суд там. Сначала было там чуть ли не обвинение к убийству, ну, правда, мы еще не рассказывали о том, можно ли от эпилепсии умереть или нет. Ну, мы об этом узнаем, что можно. Ну, понятно, если это провоцирует приступы. Вот. И... Ну, это он не перебирает это журналист. Просто он послал ему файлы, видео, которые он для него не адаптировал, не написал предупреждение, да? Ну, во-первых... Налил стакан чая, и не написал на нем, что он горячий, и можно... Во-первых, это было сделано со злым умыслом. А, со злым умыслом. Все-таки с умыслом это было. Ну, да. Это не просто он, он решил познакомить его, черт иначе. Что они не поделили там? А. Ну, какая-то политика, по-моему. А, то есть, это был смыслом сделан, а он знал, что у того склонность такая. Ну, да, да, да. И там... И не подал в суд. Страшное обвинение, это они с него вроде сняли, но... Вот в декабре там начался, прошлого года, суд. Ты как приступы эпилепсии, можно непосредственно от него умереть, или от сопутствующих причин? Ну, что человек теряет равновесие там и так далее. Приступы обычно... За рулем вдруг у него случилось, понятное дело. Приступы обычно там не больше пяти минут длится. Первая помощь при приступе это там положить на бок, в рот ничего не надо пихать, потому что язык он напряжен, так же, как и все мышцы тела, и он не западает. Не западает. Поэтому надо всего лишь положить на бок, что-то мягкое под голову, чтобы не ударился. И, в общем-то... В фильме-то вот про Юлия Цезаря, это как он назывался там, Клеопатра, да? Там есть сцена у него припадок, и вот ему, значит, бегут, вставляют в рот палочку. Вот это... Раньше медицина вроде так считала, но сейчас, мне кажется, что уже... Не то, что мне кажется. То есть просто не надо в рот ничего лезть, а вот ничего с ними случится. Язык он не откусит, да? Да. Ну, в принципе, кусают, конечно, языки, но сломать зубы, тем более, чтобы осколки зубов попали в гортань, это гораздо страшнее, чем прикусить язык. Ну, если откусить кончик языка, тоже ничего хорошего. Сможет ли он потом нормально есть и говорить. Вот поэтому это все-таки спор еще себя... Все заражение крови еще не дали. Не исчерпал себя. Ну, кроме этого, кроме приступа, бывает понятие как аура. То есть, если человек постарается, он может предчувствовать этот приступ. Бывают психологические типы ауры, моторные типы ауры. То есть человек как-то может предчувствовать ауру и может все-таки... Предчувствовать вот это свое приступ. Да, состояние. Ну, может, ему просто как-то дурно там становится, но он не всегда может догадаться, что это дело к приступу. А задолго у него это вот может появиться, предчувствовать? Ну, я не могу сказать. Ну, я думаю, что достаточно, чтобы просто принять горизонтальное положение. А, то есть, вот непосредственно перед... И вот тебе за два дня что-то я себя плохо чувствую, как ничего не случилось? Просто у большинства эпилептиков приступы случаются редко, может, раз в месяц, раз в год. Тем более, если они сидят на препаратах. Они принимаются препараты ежедневно и в семидесяти случаев препараты помогают. В семидесяти процентах? Да, в семидесяти процентов случаев препараты помогают. Но в тридцати не помогают. Да, небольшая доля. А вот насчет ауры я сказал. Если человек может хоть как-то почувствовать ауру, он может, например, смотать в трубочку платок, засунуть в рот, и тогда уже его язык не пострадает. То есть, это очень важно обратить внимание эпилептика на то, чтобы он занялся поиском своей ауры. Потому что это довольно нетривиальная задача. У кого-то дежавю возникает перед приступом. То есть, бывает много разных проявлений ауры. Насчет лечения. На самом деле, это не лечение. Это просто купирование приступов. Человек может годами, десятками лет принимать таблетки. Таблетки имеют накопительный эффект. То есть, через неделю-две достигает какая-то концентрация в крови. И они начинают действовать. Периодически больной ходит сдавать кровь на концентрацию лекарств. Если лекарства не помогают, он пробует другие через месяц-два. Если не помогает, пробует комбинацию. Там два-три препарата. Если это не помогает, тогда уже есть другие варианты. Есть операция. Могут... Есть варианты. Разные бывают операции. В этом мозг пополам рассекают, чтобы не было связи. Связи и мозг раздреждают, да? Чтобы между левой и правой половиной не было связей. В некоторых случаях это помогает. В некоторых случаях удаляют какой-то кусок мозга активный. Это достаточно сложная вещь, операция такая. Ну, а, естественно, перед операцией еще делают, естественно, кучу медицинских анализов. ЭЭГ, КТ, МРТ и так далее. Кроме каких-то там отрезаний или удалений, могут вставить генератор. Ну, то есть вообще эта эпилепсия, это просто проблема с электричеством в мозгу, с импульсами нейронов. Вот и могут вставить небольшой приборчик сюда, который подает сигналы в блуждающий нерв периодически. И, то есть, он как бы сбивает эту электрическую бурю в нашем мозгу. А там в момент приступа эпилепсии, там вот как раз какой-то такой вот сигналы идут. Ну, короче говоря, что попало там, да? Могут магнитиком активировать его, поднести. Есть вариант... Нет, я имею в виду, приступ эпилепсии, это что на самом деле? Так если физически объяснить, что у него там в голове происходит? Есть какая-то аномалия в мозгу, где вот эти электрические сигналы не могут уравновеситься, происходит возбуждение, и вот эта волна возбуждения может или часть тела затронуть, или все тело, тогда уже генерализованный приступ начинается. Это, наверное, вот заикание чем-то похоже на эпилепсию, нет? У них нет никаких общих корней. Я понимаю, что заикание – это одно, эпилепсия – это совсем другое. Но я знаю, что вот заикание, оно связано с количеством связей между полушариями в лобной доле. И оно проходит с возрастом, потому что, значит, с возрастом, ну, просто отмирают часть нейронов, и вот эти связи рвутся. И сразу же, значит, оно просто само по себе проходит у мужчин. А у женщин, по-моему, вообще очень редко бывает. И приступы бывают не только генерализованные, то есть все тело там в судорогах. Бывают абсансы, просто человек может замереть на несколько секунд, и все. Замереть? Просто, да. И после этого не помнить, что… И уйти в себя, как бы, задуматься, да? Да, но даже может он это не осознавать, может это не помнить. Слушай, может, я эпилептик, так не надо про меня, студент, говорит, но как-то отключаешься. Все возможно. Отключился, что-то, что-то подумал о чем-то. Могут при этом глаза закатиться. Снять такое видео о чем-нибудь, вот таком вот. Ну, обычно они это теряют, не помнят это обычно. Если вы это не помните… Ну, отчего? Ну, не знаю. То есть, они не помнят, то есть, выключаются они люди со всем состоянием, да? Да я не помню, что я выключался бы, да? Вот как тут, как тут парадокс такой, да? Вот если, ну, я не помню, что я выключаюсь. Я думаю, что я все время чем-то занят там, да? Либо студентов учил, либо… Ну, и представьте, что это не менее опасно, чем вот такие судороги тела. Потому что, если вдруг вы пошли в бассейн плавать, ну, представьте, вы в бассейне замерли. Да. Вы сразу пошли на дно. Сразу пошли на дно, да. Страшное дело. Страшное дело. Вот, и мы подходим к такому понятию, как техника безопасности при приступах. Вот, например, я смотрел исследование, ну, статью японскую. У них в год порядка 19 тысяч человек тонет вань. Ёлки-палки. Ну, вот население у них тоже, примерно, там 140 миллионов. А такой же, как у нас. А у нас сколько тонет в ванне? У нас нету статистики, но это… Там не только, конечно, эпилептики. Там из этих 19 тысяч, может, 3% тонут эпилептики. В основном тонут там пожилые люди, там, из-за болезни сердца, там, из-за диабета в основном. Ну, потому что таких людей больше. А как это диабетом можно утомить? У них тоже бывают приступы. Понятно, а сердце, я понимаю. У них тоже бывают приступы, тоже, там, забыл себе вколоть. Так, ну, так и японцы провели исследование, так. Ну, логично подумать, что у нас ситуация не лучше. Тем более, если мы даже ее и не ведем статистику, не контролируем. Ну, вот и путем логических заключений получается, что у нас тоже порядка двух тысяч эпилептиков гибнет. Нет, вот, скажем, в 19. Это в Японии… И 19 тысяч. Да, в Японии 19 тысяч от всех заболеваний и от возраста. В год, да. Только в ванне. С ума сойти. Только в ванне. А я сейчас говорю, две тысячи только эпилептиков, но не только в ванне. Это 60 человек в день. Ну, да. То есть у них в каждом крупном городе обязательно каждый день такое ЧП. Ну, сюда не только в ванна входит, но и бассейн там, водоем. В бассейне там могут помочь другим людям. Там редко один купается. Да, там меньше тонут, чем в ванне. В водоеме, на рыбалке. Вот, если многие ходят на рыбалку в одиночку. Ну, это погиб от неустановленных причин, чего он утонул. Ну, если у человека в диагнозе стоит эпилепсия, то тут уже с вероятностью 90% имеет смысл ему поставить… Не ходить одному на рыбалку. Да. И вот тут опять вскрывается еще одна проблема, что медэкспертиза посмертная у нас, она не может по вскрытию определить, что там был именно в этот момент приступ. И остается им только по диагнозу, по жизненному пути ставить эпилепсию. Но вот наша медэкспертиза таким смертельным случаем не ставит причину смерти эпилепсия. А это что-то изменило бы, если бы это было? Ну, естественно, если мы будем иметь статистику, значит, нам будут… А, то есть тогда больше, соответственно, обратится внимание общество на эту болезнь. Да, и будут как-то медики исправлять эту ситуацию. А то пациенты не жалуются, родственники не жалуются. Вот для инвалидов-колясочников сейчас делают пандусы, знаете, очень удобно на самом деле. Часто очень по пандусу удобнее пешком подниматься, чем по лестнице. А потом сейчас вот в метро там какая-то служба, такая сопровождение есть, да, знаете, такие в жилетках ходят товарищи. Ну, в основном сопровождают действительно малоподвижных людей. А что бы вот в этом плане могло бы обществу сделать для эпилептиков? Здесь не общество должно делать, здесь должны ответственные люди, это медики. Медики, но медики, они в своей медицине распоряжаются. Они не могут прийти и сказать вот… Они могут прийти, у вас слишком накурено, им никуда не надо ходить. К ним эпилептик сам идет на прием, когда у него приступ. И его медик должен соответствующим образом наставить на путь истины. Потому что, например, вы сели в самолет, у вас висит памятка в кресле. Да, висит памятка. Вы пошли на батуте прыгать, вас туда никто не пустит, пока вы не прочитаете технику безопасности, не поставите роспись. Вы пойдете на лошади кататься, вас тоже без шлема никто не пустит. Страшнее автомобиля, по крайней мере. Тот же автомобиль, у вас там стоит двойная сигнализация. Если ремень не пристегнете, у вас будет и звук мигать, и лампочка мигать. Поэтому только если вы сами принципиально не захотите пристегиваться, то тогда да. А в ситуации с эпилептиком, да, он может своей жизнью по-своему распорядиться, сказать, нет, я хочу принять ванну, нет, я хочу плавать. Но для того, чтобы ему распорядиться, он должен получить информацию о том, что его может ожидать. Да и в федеральном законе в охране здоровья 323-м написано, что медорганизации должны снижать травматизм, рассказывать факторы риска заболевания. То есть это прямая обязанность врача предупредить пациента, который пришел лечиться от какой-то болезни, предупредить, чем грозит ему эта болезнь. Он не только должен постараться вылечить... И окружающим, наверное. Ну да, да, да. Вот. Поэтому я писал письма и в Минздрав, и главным неврологам. Есть клинические рекомендации, инструкции для медиков, клинические рекомендации по лечению эпилепсии для новорожденных, для хирургов, как лечить эпилепсию хирургам. И, в принципе... Стандарт лечения, наверное. Ну, да, медицинский стандарт, клинические рекомендации он называется. Логично бы туда вставить такой параграф о том, чтобы... Предупреждать об опасности тех или иных видов деятельности. Не, ну, их нам предупреждает, что водить вам автомобиль нельзя. Ну, а тут... Тут уже есть, по автомобилям есть... Смотреть на мельтишение. По автомобилям есть закон. Это по закону нельзя. Не, ну, да. Выдавать права таким людям. А если у него уже есть, а он, понимаешь, у него нашлось эпилепсию... Ну, и сейчас и медосмотр туда включают и электроэнцефалограмму. Да? Для водителя? Да. Ну, вот для оружия нет. Значит, на оружие проще. Я-то любитель оружия знает, наверное, Майзинка. Не знаю, эпилептика можно... Да, что, собственно, эпилептика для водителя? Ну, наверное, это не так опасно, потому что... Ну, наверное, конечно. Оружие лежит в сейфе и им пользуются. Ну, да. Иногда. Вот. Поэтому и... Та же самая ванная это самое опасное место в квартире, по статистике. То есть, вот, например, есть значок на фене, что его нельзя в ванне феном пользоваться. Также в инструкции к ванне должна быть инструкция, что если у вас какое-то хроническое заболевание, вы должны воздержаться там от принятия ванны, тем более, если у вас есть периодические приступы. В принципе, это закон о защите прав потребителя должен впрямую обязывать производителей ванн вводить такие пункты в инструкцию. Ну, да. Ну, как-то к ванне инструкция не прилагается, но... Ну, да. Вот. Ну, почему? Даже есть в правила посещения бассейнов, не только инструкция к ванне. Там в правилах посещения в бассейнах есть, что нельзя там в пьяном виде ходить там, или нельзя... Не рекомендуется беременным ходить в бассейн. Медицинскую справку еще надо. Обычно, когда в бассейн записываешь, приносит мне справку, но я, по-моему, от кожника беру. Так что, вот, нет, там заразы не будет от тебя в бассейне. А вот про вот это вот, я что-то не знаю. Если ты... Невролога не посещают. Ну, да. Если ты принимаешь противоэпилептические препараты, то есть психотропные, то есть ты недалеко от алкогольного опьянения ушел. Серьезно? Ну, они затормаживают твою, грубо говоря, мозговую деятельность, чтобы там не было каких-то нейронных возбуждений. Да. Вам решили. А сколько у нас эпилептика в стране? Какой процент? Ну, вот, каждый сотый. Каждый сотый. То есть, это порядка миллиона у нас. Ну, у нас полутора миллионов, наверное, даже. Ну, да. Миллион четыреста, Миллион девести. Ну, и... А каждый двадцать пятый хотя бы раз в жизни испытывал приступ. Чего реально? Ну, там, из-за каких-то факторов, там, может быть, перегрелся, там, или какая-то высокая температура, там, болезнь какая-то, экстрадиентная. заключается приступ-то? Ну, может, точно такой же приступ случиться, как у обыкновенной, как у эпилептика. Может, тело судорогами охватить, то есть, или ты там... Все тело, да? Да. И он при этом теряет сознание. Да, естественно. Нет, судороги, бывает, там, сведет ногу на руку, знаете, так. Это, значит, не эпилепсия. Ну, да, если просто ногу свело, это другое. Ну, да, судороги свело. Ну, вот такое было. Калия не хватает, говорят, таких случаев. Банан надо съесть. Ну, я сам-то закончил физфак МГУ, я к медицине медицинского образования не имею, у меня жена педиатр. Вот, поэтому я здесь не хочу, конечно, особо хозяйничать на медицинскую тему. Да, но хозяйничайте. Ну, приходится, по физике, какой у вас будет специализация? Квантовая радиофизика. Я, в общем-то, этим не занимался. Сначала я занимался рекламой, потом фотографией. А в каком году закончили? В 97-м году. А, физфак МГУ. Понравилось вам там учиться? Ну, конечно, я сам из Коми, севера. Сначала я физтех попробовал, там, получил двойки и заодно. Двойки даже. Ну, там, потому что уже не школьная программа сразу предлагается на вступительных экзаменах, а в МГУ еще более-менее стараются школьную программу на вступительных экзаменах. А вот почему вас тема эпилепсии интересует? Расскажите, вы же не на своей площадке играете. да, потому что вот так случилось, что вот эта именно тема техники безопасности, она никому не интересна, потому что врачи, они занимаются с лечением, им пациенты не жалуются, что там с ними что-то где-то случилось, поэтому, ну, значит, вы предлагаете как, запретить эпилептикам принимать ванну, например? запрещать вообще ничего не надо, надо только ознакомливать, ну, это я понимаю, надо только знакомить. Вы не запрещаете ссывать пальцы в розетку, вы просто ознакомились с законом МОМА, и сказали, что будет, когда вас убьет током, да? Это понятно, что значит не запрещать, запрещено ссывать пальцы в розетку, что убьет током, нельзя прыгать из окна. Нет, недавно ввели запрет оставлять ребенка в автомобиле, одного, штраф 500 рублей, вот, а если вы гвоздь в розетку засунете, вам какой-то штраф дадут, нет? Ну, если вы будете нарушать технику безопасности на работе, даже если это работа ваша, офис, всего лишь навсего, и там вы работаете, просиживаете штаны и на клавиатуре что-то делать, если там будет нарушать ТБ, там, неправильно подключать это, у вас, в принципе, должны сказать, вы не правы, вы не правы, должны дать эту ТБ, значит, мы вас тогда дают инструкцию расписаться. Ну, да, вот так же и врачи должны давать эпилептику, инструкцию расписаться. Так же, этим самым они... Довести до сведения, да? Да, этим самым они же дают там информированное, добровольное согласие дают. Они кучу бумаг дают, они даже дают бумагу, что если вы посадили вас в больницу, если вы там сломаете у нас что-то в больнице, вы будете отвечать. Даже такую вот бумагу беспокоятся о имуществе больницы даже, если сломаете нашу тумбочку или кровать, или стул. это вообще-то, говоря, причинение вреда и так является, так сказать. гражданский гражданский риск, гражданский риск. давал расписку не давал, это только такой профилактический метод играет роль. А тут вот, да, расписка. Ну, то есть, вы предлагаете регулярно знакомить их вот с этой, вот, скажем так, техникой безопасности поведения человека больного эпилепсии, да? Да, я сейчас могу достать пример, хотя нет, я пристегнут не буду доставать. Не будете доставать. Перечень, да, всех этих вещей? Да, это коротенькая графическая бумажка, вы потом ссылку дадите в описании, думаю, и все посмотрим. Ну, вот, я писал главным неврологам, есть же у нас главные неврологи, которые пишут пособия статьи, подписывают, по крайней мере. Подписывают. главный, не невролог, главный, он подписывает. Ну, да. Как главный конструктор, он утверждает. тем более, что пока ты дойдешь до уровня главного невролога, тебе уже там лет 80 стукнет. Да ну, 80 лет все рассказывать. 70. Там, по делу, уже больше после 70 нельзя на это должности приходить. Мне кажется, да вот сейчас нет, сейчас вот типа зам... Ну, это же внештатный главный невролог страны. А что значит внештатный главный невролог страны? вот такая... Внештатный причем, да? А что это такое? Внештатный президент страны, например, да? Мне понравилась идея, внештатный главный невролог, а я предлагаю внештатный президент. Ну, так он внештатный, да я тут вообще-то у вас президент, правда, внештатный. Ну, там Путин, если он по штату. А вот я такой внештатный. Извини, что-то смешно. Ну вот, они пишут пособия, статьи на сайтах. Ну, это же необязательное явление. То есть, какой-то врач там даст ссылку или даст брошюрку. Здесь нужен норматив, информационное письмо от Минздрава, которое разошлет... А почему все-таки в этой проблеме так заинтересованы? То есть, кто-то из родственников. Да, в общем-то, ситуация не очень приятная. Дочь у меня 2005 года рождения. Еще мне затронули причины эпилепсии. Причины эпилепсии. Основные причины это травма. То есть, где-то ты упал там, стукнулся. И родовая травма. И родовая травма. Да, там гипоксия при родах. Ага. Вот. Или вот в то же самое ДТП ты попал. Это, ну, я думаю, там треть всех или половина может быть даже. Есть там генетическая эпилепсия. То есть, эпилепсия может быть приобретеналом по травматическому. Есть много случаев, как утверждают, по крайней мере, что от прививок может быть эпилепсия, по крайней мере, так утверждают. Осложнение. Да, осложнение. От алкогольной эпилепсии. Вот скорая помощь говорит, что у них с эпилепсии только алкоголики попадают. Скорая помощь. У них, да, своя точка зрения, субъективная. Ну, понятно, что обычно приступ через пару минут кончается. И если у тебя не первый раз приступ, при первом приступе надо вызвать скорую. А если у тебя не первый раз приступ, то если приступ быстро закончится, то скорую не надо вызывать. это для эпилептиков в принципе. Мы хотели рассказать про вашу семейную историю. У меня дочь 2005 года рождения. и у нее сразу проявились судороги. Ей судорожный синдром поставили. Ей назначили фенобарбитал, то есть это противоэпилептический препарат. один из первых найденных препаратов, если я в историю чуть-чуть зайду, его лет сто назад наш обнаружили, потом это чуть ли там не по экспоненту, ближе к нашему времени количество препаратов растет, то есть и вот и к 70% случаев помогают препараты за счет такого количества разных препаратов и дошло. Ну и там принимали очевидно первый год этот фенобарбитал, жена педиатр возила периодически в больницу, вот, ну я в принципе ей как врачу доверял, особо не вникал, вот, ну так больше никаких внешних проявлений не было, потом то есть вот этот фенобарбитал эккупировал вот этот приступ, да? Ну возможно, да, потом лет в 7 дочь была с няней у нее дома тоже случилось, случился приступ, вот, насколько я знаю начали опять, принимать таблетки, вот на этот раз уже Дипакин, там раз в год делали видео ЭГ, то есть на пару часов человек ложится спать, на него надевают датчики, меряют электрическую активность мозга и при этом видео снимают, чтобы полную картину ну пытаются выявить эпилептическую активность мозга найти ну вот ничего не находили не находили ну делали МРТ мозга мозга вот потом и там ультразвуковую диагностику делали ну и несмотря на то, что врач а может быть даже это и злую шутку сыграло, что ну старалась жена скрыть заболевание не местной поликлиники то есть полностью этот диагноз не сообщало хотя там вот после рождения медкарты о судорожном синдроме после рождения было это вот ну и когда ей уже было 12 лет мы отдыхали в Сочи там случилось два приступа положили в больницу на неделю тоже там делали обследование вот и а потом ну никаких вот нам рекомендаций не давали нам дали только единственную рекомендацию что не рекомендуется летать самолетом и все то есть нас наоборот даже как бы ввели в заблуждение а почему нельзя самолет ну перегрузки вот эти там изменения давления ну может быть может быть это в редких случаях может быть в редких случаях это может стать провокатором приступа но основная опасность то что если человек может упасть или у него нету кого-то рядом кто может помочь вот какая главная опасность самолете то с этим нет проблем там там нет ни воды там там нет одиночества ну да ну бывают случаи что сажают самолеты с приступом из-за из-за приступа куда ждеваться то да ну обычно приступ там за пару минут кончается так что это скорее перестраховывают ну тоже можно понять ну и после того как мы вернулись из-за сочи далее месяца через три случился приступ ванни и мы уже ничего уже не смогли понять то есть нельзя было ванне одно оставлять и теперь вот вы распространяете ну я я не пропагандируете идею хочу чтобы моя главная цель была распространение потому что обязанность распространения на Минздраве лежит я ну да пытаюсь достучаться достучаться а что памятки никакие Минздрав на этот счет не придумал сдавать ну вот я говорю что памятка для больных чем-то там это бывает в больницах главный несколько разных главных неврологов есть детский там такой-то один главный невролог дал мне сайт ну где есть такие рекомендации причем там они не совсем полные я вот взял рекомендации с американского сайта и перевели перевел их и причем ну вот уже два года я этим вопросом занимаюсь я там еще половину добавил потому что там тоже они довольно ограничены и вот я посмотрел рекомендации на сайте невролог который мне дал главный там тоже довольно все это расплывчато то есть там уделяется много внимания и другим вопросам там лечению там наоборот здесь тоже ведь надо баланс соблюдать с одной стороны надо обеспечить безопасность эпилептика с другой стороны чтобы он не выскочил из общества чтобы он тоже ну да и доставка это инклюзивное образование качество в жизни его было на достойном уровне включался в общество то есть тут нужно соблюдать баланс вот но вот спросил я невролога он мне дал эту ссылку а пришел эпилептик на прием к врачу ни этот врач не знает об этом сайте ни эпилептик не знает что ему надо что-то спрашивать у невролога поэтому здесь Минздрав должен работать на нормативном уровне на законодательном профессиональное сообщество неврологов тоже должно это вводить как в какой-то степени в обязательном порядке то есть вот клинические рекомендации они тоже обязательны к использованию вот это они должны содержать эту технику безопасности второй путь это Минздрав рассылает информационные письма всем врачам всем медучреждениям вот тоже он должен через информационное письмо известить об этом то есть здесь должно быть не какое-то точечное а должно массу но вы нам все-таки точно дадите тогда ссылочка на ваш ресурс да конечно а мы ее под видео разместим ну и поскольку поскольку я стал администратором группы эпилепсия эта группа в принципе существует там уже давно лет 10 но там порядка 14-15 тысяч человек это вконтакте набрать просто в поиск сообщества эпилепсии и она там выскочит там тоже вот первым постом висит эта техника безопасности и там есть там например есть рубрика 100 выдающихся людей эпилептиков там вот от цезаря до наших дней достаточно например там дочь Гаррис Харрисона Форда тоже страдала эпилепсией много спортсменов были с эпилепсией здесь главное найти себе лекарство принимать его постоянно и если ты видишь что приступы ушли то ты можешь даже стать чемпионом олимпийским по какому же виду спорта был эпилепсик чемпионом ну насчет прям уж чемпион олимпиады не могу сказать ну и по плаванию и в футболе и в баскетболе есть выдающиеся люди и в крикет и в американские а вот из других областей деятельности какие там вот есть у нас известные эпилептики актеры писатели ну достоевские пожалуйста писатель так вот у него то часто были приступы ведь в то время наверное так сказать лечение барбитуратов то не было еще не очень было их же в 20 веке придумали синтезировали ну были тоже это все только по постольку поскольку по сведениям по запискам могут только современные врачи восстанавливать тоже тогда это была как бы уже не эпилепсия тогда это там может быть она так же как подучие называлась по другому и были свои приемы медицинские ну вот он там у него идиот например произведение он естественно он свои ощущения вкладывал вкладывал туда у него там например вот перед приступом там аура была приступ у него было ощущение эйфории вот в этом заключалось счастье там то есть вот так выражалась у него хаура перед приступом поскольку бесы у него там Кириллов по-моему персонаж вот тоже много у него достаточно эпилептиков а из ученых кто из ученых из мира бизнеса есть там примеры на вашем сайте да есть из известных так сейчас не вспомню программисты есть женщины мужчины дети да дети ну и вот диснеевский актер довольно известный он умер этим летом есть такое понятие как внезапная смерть при эпилепсии судеб по английски аббревиатура чаще всего это случается во сне то есть чтобы остановка сердца ну приступ да достаточно повернуть человека там на бок бывает и что может выйти из приступа ну или может задохнуться там в подушку может задохнуться есть сейчас браслеты сигнализаторы приступов то есть они меряют электропроводность кожи меряют пульс если ну и просто движение при судорогах фиксируют если они фиксируют приступ то они посылают сигнал там родным близким если они рядом или в другой комнате могут прийти оказать первую помощь то же самое вот ну или надо просто когда чаще всего вот случается во время сна это синдром внезапной смерти при эпилепсии поэтому или надо спать человеком в одной комнате или иметь такой браслет ну или просто еще один фактор это не пропускать прием своих лекарств потому что если у тебя купированы приступы то вероятность этого внезапной смерти конечно резко стремится к нулю а вот статистики по внезапным смертям то есть в Японии 19 тысяч в год это утопание в ванне ну это не по эпилепсии это полностью давайте по внезапной смерти во сне по ней тоже есть статистика да есть как часто это один эпилептик на тысячу эпилептиков в год умирает один эпилептик на тысячу значит один человек на сто тысяч ну да получается там один человек на сто тысяч ну понятно что эпилептик у нас только каждый сотый поэтому это один человек на сто тысяч получается не такой часто я уже пересчитал а вот 10 человек на миллион 10 человек на миллион 1400 на страну на страну вроде не такое частое явление но 1400 это вообще прилично По сравнению с сердечными заболеваниями или с раком, это, конечно, ничто. Но сердечные заболевания, рак, это постепенно нарастающая причина. Человек готовится к смерти, а это все-таки внезапная смерть во сне. У нас вот курильщики. В год тоже один на тысячу курильщиков умирает. Да, умирает. То есть получается, что... Сходная проблема, что у нас один эпилептик на тысячу умирает. Мы об этом не говорим, ничего не делаем. И один курильщик на тысячу курильщиков в год умирает. У нас все... У нас на сигаретах есть предупреждение. У нас реклама запрещена везде. Курение. То есть Минздрав предупреждает. А про эпилептиков... Один человек на тысячу умирает. Да, то есть вероятность, что человек курильщик умрет от курения в своей жизни. Ну, скажем, лет 50 он курит, к примеру, да. Больше-то едва ли. Значит, вот это получается одна двадцатая, да. вероятность пять процентов, что человек в течение жизни умрет от курения, если он курит. Пятипроцентная вероятность. Но то же самое у эпилептиков. Пятипроцентная вероятность, что он обрет от этого. Достаточно большая вероятность, да. То есть есть по аналогии с тем, что теперь пишут на этих вот объединенных, на пачках сигарет вот эту рекламу, антирекламу делают, да. Вот и на противоэпилептических препаратах тоже в инструкциях пишут нельзя за руль, если ты эти таблетки употребляешь. Аналогично должны там и писать, что нельзя тебе в ванну, нельзя в воду, если у тебя эпилепсия. Надо использовать площадку. Нельзя играть в эту игру. Есть. На входе на пляж, надо написать, что эпилептиками не рекомендуем купаться, да. Ну, это уже из пушки по воробьям, потому что всё-таки на пляж ходят не только эпилептики, а таблетки от эпилепсии едят только эпилептики. Вот здесь ты бьёшь прям... Таблетки от эпилепсии там же написано в инструкции, вы говорите. Ну, вот там мало недостаточно. Надо, чтобы читал. Чтобы читал, должно быть написано. На упаковке-то надо писать. Да, вот, например, название прочтут. Например, есть препарат в одно время обнаружили, что женщины, если их принимают во время беременности, то у них потомство с какими-то недостатками рождается. И были судебные случаи во Франции. Не в Англии, а во Франции. Ну, мне кажется, что... Ну, возможно. И вот начали значок лепить, что при беременности... Неупотребляем. Да. И то, вот, несмотря на судебные случаи, и то не на всех препаратах я встречаю, что эта наклейка есть. Может быть, где-то в инструкции внутри написано мелким почерком. А вот не все... То есть, почему-то вот производители очень вяло реагируют на такие возможности предупредить пациента. Так же, как и в инструкциях крыболомным снастям тоже. Почему бы не написать, что если у вас есть хроническое заболевание, даже не только эпилепсия, а если у вас там с сердцем что-то, вы тоже можете схватить приступ. Потому что в ванне тоже сердечников тонет больше, чем эпилептиков. Потому что сердечников в десятки раз больше, чем эпилептика. Но эпилептиков мало, но частота случаев у них гораздо больше в процентном отношении по сравнению с сердечниками. Так же вот я и говорю, что в инструкциях к рыболовным снастям тоже. Если у вас есть хроническое заболевание, не забудьте вы с другом пойти на рыбалку и жилет не забудьте одеть. В принципе вполне понятно. Может быть в ванну можно в таких случаях придумать типа такой воротник, чтобы держал. есть прям надувной круг, как спасательный. Или вариант просто убрать пробку и сидеть под душем. Не наливать воду просто, сидите в ванне, но для этого хорошо делать тесную маленькую ванну, например, сидячую. Есть такие сидячие ванны, знаете. можно просто душ принять. Вот одна из причин травм это то есть причина эпилепсии это травма головы, кроме родовой травмы. Поэтому эпилептик должен носить какую-то защиту на голову. Эпилептик? Эпилептик должен носить защиту на голову. Есть специальные мягкие эпишлемы. Так он же уже получил травму. Он может получить осложнение. Во-первых, осложнение может получить. Во-вторых, он может просто от травмы головы умереть. Стукнуться головой и умереть. В защитном шлеме ходить. Есть мягкие эпишлемы. Они не отличаются от обыкновенной шапки или котелка какого-нибудь. Есть каскетка. Это бейсболка укрепленная. Ее просто строители носят. Для каких-то рабочих не всегда каска интересная. Можно каскетку одеть. Есть даже ободки для спорта. ободок усиленным какой-то поролоном или каким-то материалом. Может пластмассой какой-то. То есть вполне незаметная вещь но она в некоторых ситуациях может спасти жизнь. Мы проинформируем население о ваших предупреждениях которые вы даете. Дадим ссылочку на ваш сайт Эпи Эпи он по-моему называется. Есть сайт ТБ по-русски точка ком есть группа ВКонтакте Эпилепсия Вот. Ну вот дадите ссылочки нам во всяком случае пришлете хорошо. Ну ладно будем прощаться. Да. Хорошо. Спасибо вам что вы там сказали. Спасибо. Ну а публика вот имейте ввиду что есть у людей такие проблемы серьезные. И надо заботиться о всех. Пока всех благ. Всего хорошего.